здравствуйте уважаемые зрители и подписчики канала сегодня мы будем рассматривать вот такую мини камеру в инструкции назначится вот так вот идет как hd и от камера в интернете на алиэкспрессе указано как просто камера а9 в чем заключается вопрос том что после покупки у меня возникли некоторые сложности с установкой программ обеспечения на мобильный телефон и вот эта инструкция которая здесь идет во первых очень мелким шрифтом очень мелким шрифтом она идет и во-вторых ну а немного не соответствует действительности то есть там в одном месте нужно нажимать не то что там указано и поэтому у некоторых людей кто особо не хотел копаться долго могли возникнуть вопросы с установкой программ обеспечения на мобильный телефон в этом видео подробно я подробно разберу как это сделать сама что было начать с самой камеры размером она вот такая то есть найдет как мини то есть можете там поставить посмотреть там скажем деток своих еще что-то там какую-то разные функции могут быть то есть она не она не маленькая то есть видите на это порядка четырех с половиной сантиметров идет примерно и ширину где-то 2 то есть вполне она заметная то есть куда-то ее поставить незаметно нужно очень будет постараться вот я буду использовать просто с наблюдением за помещением что входит в комплект камеры значит сама непосредственно камера идет инструкция который в принципе нам не нужно ну такой вот держатель с обратной стороны можно вот этот клеить и приклеить куда-нибудь на обои на дерево там на пластик на что хотите потом шоу такой вот провод для питания ну еще вот такая вот держатель тоже можно его в принципе камеры так держится довольно в принципе неплохо на магните вот она магнитится и в принципе вполне достаточно можно где-то и перебить и повернуть в разные стороны как вам удобно чтобы был угол обзора был такой как вам надо если в принципе этого мне хватает я не знаю принципе этого достаточно вот можно тоже отлепить и такую штуку и вот сюда еще дополнительно магнита на прицепить залепить этого уже точно он уже не отвалится у вас вот внимательно еще смотрите за этим кабель у меня вот я заказал две штуки у меня от один кабель такой пришел нерабочий запитывать можно камеру вот эту с помощью такой powerbank есть там аккумуляторы внутри так либо с помощью обычной зарядки для мобильного телефона в 5 вольт дополнительно я заказал тоже продавца еще флешку в 32 гигабайта чтобы на камеру можно было автономно записывать информацию то есть если там проблемы с подключением с интернетом возникнут либо еще какие-то нюансы то есть информация будет пишет писаться дополнительно еще одна карту памяти в 32 гигабайта посадим провод powerbank у это будет удобно как я видео снимаю на столе и вот такой вот идет микро usd разъем сейчас я подсоединю к камере его как только мы подсоединили камеру к источнику питания здесь вот где две кнопки на камере есть два светодиода таких небольших и как только мы подсоединили питание красная лапочка загорелась означает что аккумулятор который встроен аккумулятор который находится внутри камеры начал заряжаться по опыту скажу его хватает где-то максимум минут на пять на семь примерно так то есть он больше наверно для того что если какой-то источник питания меняется либо какой-то перебой с источником питания еще что то то есть чтобы камера банально просто не сбились настройки вот для этого как бы а так чтобы долго снимать на встроенном аккумуляторе это не получится то есть зарядка работает провод в порядке вот включаем саму камеру вот загорается вот такой светодиод синенький то есть если он находится в режиме моргания это означает что он находится в режиме поиска то есть поиска подсоединения сейчас он излучает вай-фай то есть он либо ищет телефон который настроен напрямую с камеры соединиться либо сеть если у вас есть сеть вай-фай вы можете с помощью программ обеспечения который становится на телефон эту камеру подключить к вашей домашней сети и тогда вы сможете после этого из любой точки скажем так мира где есть доступ к интернету можете наблюдать за помещением где установлена у вас эта камера сам источник питания тоже вот показывает что светится то есть идет зарядка сейчас я зайду в телефон и на экране продемонстрирую как устанавливать программное обеспечение и как настраивать его у меня как я говорил возникли некоторые вопросы с этим делом поначалу потому что инструкция вот это она не ссылка просто где скачать условно говоря там есть qr-код находится тот программ обеспечения и качаете его и вы в принципе в поиске можете просто набрать вот такое вот слово как бы выдать то же самое что выдаст вам программ обеспечение которое будет необходимо установить на телефон чтобы подключить вот эту камеру мини камеру к вашему телефону предварительно предварительно скачав программ обеспечение с google play название вы видите сверху указано дальше как добавляем нашу мини камеру к телефону к телефону нажимаем кнопку снижу снизу add device добавить девайс connect the camera directly то есть камеру мы сейчас будем добавлять непосредственно напрямую связывать с телефоном это вторая строчка снизу нажимаем на правый треугольничек здесь мы видим какие варианты могут быть названия вашей камеры в нашем случае это третий вариант бат идут циферки нажимаем кнопку снизу connect to device ip здесь сейчас он телефон найдет список сетей и вот наша камера получается идет вторая вторая снизу после сети которой сейчас подключен телефон значит мы нажимаем на непосредственно на вот этот бат 805-404 IC MEZ кстати что это говорит вот это вот то что этот номер светится это говорит о том что камера у нас излучает Wi-Fi то есть она старается подключиться сейчас либо к телефону либо к вашей домашней сети то есть это уже означает что по крайней мере излучение от камеры идет то что она уже по крайней мере хоть какая-то рабочая камера дальше нам нужно будет проверить изображение там звук и так далее то есть сейчас мы что делаем нажимаем вот этот бат 805-404 и так далее цифрами нажали так выскочил на сообщение что телефон подсоединился к сети Wi-Fi мини камеры сейчас мы это проверим еще раз напишем нажмем connect to device IP вот сейчас он найдет список сетей и здесь нам видно что телефон подключен непосредственно уже к самой камере дальше наши действия следующие нажимаем на вернуться опять нажимаем connect to device стрелочку слева вернуться на нее после этого мы нажимаем сверху справа на лупу такую да нажимаем у нас появляется такое сообщение вот номер нашей мини камеры и нажимаем кнопочку add добавить после этого мы подтверждаем добавление confirm 1 нажимаем либо нажимая здесь могут быть варианты либо называете вот на confirm 1 добавить подтвердить подтвердить добавление либо если вдруг эта кнопка не будет работать нажимаете на саму вот серенький серенькую картиночку вот эту вот где написано айди и вот камера потому что бывает срабатывает бывает нет не знаю чем это связано нажимаем и все и у нас камера сейчас подключена чтобы посмотреть чтобы посмотреть как она работает или получить картинку нужно нажать на сам треугольничек который находится на самой этой картиночке где нарисовано кресло там и диван так что-то подвис если подвисает значит нужно перезагрузить программу бывает что нужна перезагрузка это все может возникнуть тогда когда камера еще ваша не подсоединена непосредственно к вайфай сети когда вы к вайфай сети подсоедините то уже так проблем уже не будет обычно не возникает так сейчас я перезагружу камеру нажму кнопку mode на камере то есть мы сейчас перезагрузили значит надо будет ее после того как мы нажали кнопку mode на камере ее нужно будет опять добавить потому что она забывает все настройки так значит чтобы вашу камеру подключить к интернету вам необходимо к интернету имею ввиду к вашей домашней сети чтобы ваша камера постоянно автоматически подсоединялась не к телефону к вашей домашней сети вы нажимаете с этим снизу настройка и видите есть вайфай написано да нажимаете вайфай и выбираете сеть вот у меня есть абц нажимаете абц вводите пароль нажимаете окей то есть перезагрузка после того как вы перезагрузили вы спокойненько можете нажимать и все как только мы подсоединили к домашней сети лампочка горит стабильно и не моргает вот кстати я сейчас включил ночной режим он сейчас виден кстати наверное но к сожалению этого недостаточно чтобы осветить даже более-менее небольшую комнату поэтому про ночной режим как я говорил ранее я пытался снять но ничего хорошего там в съемке не получилось если видео считаете полезным не ленитесь ставить палец вверх всем всего хорошего до скорых встреч